привет мой дорогой и любимый зритель приветствую тебя на канале кастом бокс и конечно же отдельный привет я хочу передать всем специалистам кузовного ремонта которых судя по комментариям под предыдущим видео на моем канале просто невероятное количество ребята вы знаете привод гордость берет за нашу страну что у нас такое огромное количество профессионалов которые буквально по нескольким кадрам по нескольким секундам могут дать четкую оценку того что ты сделал страна наша точно не пропадет теперь я уверен и специально для вас кстати в этом видео я не стал нарезать ремонт рамки лобового стекла прям вот целиком и полностью все показал и все рассказал поэтому обязательно посмотрите и оставьте свои комментарии дайте свою оценку но а что касается всего остального у нас сегодня финал у нас покраска у нас сборка и сдачи машину и дан все это было очень круто вызвало меня кучу эмоций и я очень надеюсь что также это видео вызовет у вас эмоции и виделся что я могу пожелать это приятного просмотра всех крепко обнял после того как мы обработали днище мы приступаем к подготовке кузова к покраске как вы видите мы уже подкрасили покрасили внутрянку да ребят ильдар выбрал синий цвет и цвет будет поверьте очень крутой классные мы сделали тестовый выкрас крыла с ним согласовали и опять же нам вместе всем очень вот так понравился этот цвет но этого все увидите в финале ну и собственно мы готовим кузов покраски единственное что нас останавливает и сдерживает это сгнившая рамка лобового стекла верхняя как вы можете видеть здесь уже половину я восстановил но после того как я начал все это восстанавливать я решил прямо вот остановиться на этом моменте и более тщательно вам обо всем рассказать для этого у меня есть вот эта вторая половина собственно чем мы сейчас и займемся слушайте и вникайте ремонт рамки лобового стекла начинается у нас изготовление заготовки чтобы из этой заготовки мы уже сделали вот эту вот часть для этого нам нужно просто сделать замеры ее ширина и длина для этого берем линейку меряем вот одну плоскость она у нас два сантиметра но у нас есть вот такой как бы технологическое отверстие для крепления если честно я не знаю чего в общем мы его тоже будем изготавливать поэтому берем с запасом получается нас три с половиной и верхняя часть у нас идет полтора сантиметра но мы не будем спиливать прям в ребро то есть мы будем под ребро чтобы сохранить жесткость крыш поэтому берем сантиметры того общая ширина она составляет три с половиной сантиметра длина здесь где-то около 60 70 лет точно не помню очень я целиком делал вот эту всю полоску для и потом не разделил пополам соответственно приварил эту часть а эту оставил для того чтобы показать вам ну и не только для этого кстати на того чтобы еще сохранить жесткость именно вот этого ребра тоже если мы срать срезали сразу всю и крыша бы начала гулять и его тяжело было поймать именно по плоскости пошли делать заготовку как я уже говорил ранее у меня есть заготовка потому что я делал целиком из листа полоску трех с половиной сантиметров вот собственно она длина у нее 62 сантиметра теперь что с ней нужно сделать у нее нужно сделать отбортовку то есть сделать вот эту верхнюю полочку которую на сантиметр идет для этого нам понадобится листогиб если у вас нет листогиба то это достаточно просто делается с помощью двух уголков то есть вы берете вот условно один уголок ставите кладете ложите добавливаете положили лист сверху зажали вторым уголком и можно в принципе даже застучать все будет нормально вот у нас благодаря компании сталикс который вообще респект уважуха которые мне помогать с инструментом есть офигенный листогиб сейчас мы пойдем изогнем эту кромочку листогиб конечно очень упрощает в этом плане нашу жизнь и если вы заметили я два раза как бы перезакладывал этот такой лайфхак небольшой потому что у листогиба очень острая кромка и если вы с первый раз загибаете то у вас очень острый угол получается у нас у на рамке идет плавный поэтому для этого нужно как бы за два-три захода подгибать кромку то есть загнули чуть сдвинули еще под загнули но это касаемо листогиба если сделать на уголке на уголке он у вас и так будет в принципе полукруглые вы его можете формировать то есть чем больше застучали молотком тем острее он у вас получился пошли к машине обратно перед тем как начать работать заготовкой нам нужно демонтировать старую гнилую ржавую кромку чтобы мы нормально могли уже прикладывать по плоскости нашу заготовку и не смотрите что она сейчас прямая здесь полукругом идет я покажу вас супер инструмент который нам и с этим поможет разобраться и и Музыка Старая часть демонтирована, чуть-чуть плоскость зачищена, чтобы у нас перелегание было максимальное. Вся эта ржавчина, пока не обращайтесь на это внимания, все, естественно, зачистится, обработается еще нужными грунтами, сварочными, и потом, когда все сварится, будет все, как уже говорил раньше, огонь. Сейчас переходим, в общем, к формовке непосредственно самой детали. Для этого нам поможет вновь оборудование компании Stalix под названием Шринкер и Страчер. Собственно, что они позволяют делать? Они раздвигают и сдвигают металл, разжимают, зажимают. Для того, чтобы из прямой сделать вот такой полукруг, нам нужно вот в этом месте, здесь, да, по этой кромке, его раздвинуть. Соответственно, здесь тоже, если нужно наоборот так сделать, то его нужно сжать. Собственно, вот эти два приспособления, они для этого и сделаны. Шринкер сжимает, стрейчер разжимает. Давайте покажу, как это работает. Для того, чтобы понять, в каком месте нам нужно делать загиб и в какую сторону, мы прикладываем к изначальной плоскости, у нас вот она отсюда начинается, и смотрим, где начинается уже изгиб непосредственно крыши. Ну, он у нас вот здесь. Вот здесь. В принципе, вот здесь можно плавно сделать. Теперь нам нужно, соответственно, дать вот этот радиус. Соответственно, здесь нужно нам разжимать. Для этого мы используем стрейчер. Я сам все время пугаюсь, если честно. Прям вот мальцухи сильно не надо. Как мы можем видеть, у нас уже появился небольшой радиус. Прикладываем. Вот. Собственно, что мы можем наблюдать? У нас здесь вот уже радиус нормально проходит. Следующий у нас идет вот здесь. Возвращаемся. Его, конечно, нужно делать более плавным, поэтому при промежутке вот можно сделать одинаковый, в принципе, и по чуть-чуть его продавливать. Если что-то передавили немного, и в этом ничего страшного нет, вы всегда можете подойти к шаринкеру от стрейчера и сжать. Вот видите, у нас здесь мы чуть-чуть передавили, потому что здесь уже сюда сильно налазит. Я думаю, здесь поджать надо. Идем к шаринкеру. И там, где мы мальца пережали, мы возвращаем обратно. Вот. У нас, короче, смотрите, следующая проблема выскакивает. У нас вот здесь по плоскости нормально ложится, но видите, как он торчит здесь? Потому что у нас здесь такая же прямая сабля осталась. Плюс еще, когда вы поджимаете или сжимаете одну, одно ребро, у вас деформируется другая часть. И, в общем, нужно все ловить. Для этого мы теперь работали вот с этой частью. Сейчас мы переходим вот к этой части. Только мы уже смотрим, соответственно, по другой плоскости, по нижней. Вот. Видите, здесь по плоскости идет, а здесь он начинает вверх подниматься. Значит, нам где-то вот здесь вот, да, там вот здесь вот. Нужно будет вот в этой планке, вот в этой планке тоже разжать, чтобы этот радиус пошел. Короче, тут, если честно, нужно совсем с этим приноровиться, понять, что, куда и как, и все будет получаться огонь. Я думаю, основной принцип я объяснил. Давайте уже быстрее стремиться к готовому результату. Все готово. Все готово, шеф. Вот, можете наблюдать. Здесь у нас идет все ровненько. И снизу, ну-ка, продемонстрируйтесь. Снизу тоже все у нас идет ровненько. Вот такая сабля у нас получилась. В общем, инструмент вообще незаменимый, реально. Вот, ну, по-другому эту рамку никак не сделать. Если только, только, как некоторые, знаете, делают, они разрезают, ну, то есть берут, чтобы загнуть эту железку, ее просто делают вот такие надрезы. Так загибают, потом прикладывают. И вот здесь надрезы обваривают вместе с кромкой. Ну, это жесть. Это жесть. Я понимаю, ребят, что этот инструмент, он, скажем так, недалеко каждому доступен. Он достаточно, так, немало стоит. Но если мне память не изменяет, что-то в районе 25 тысяч, по-моему, вот этот вот комплект стоит. И вот кто захочет брать шринкер и стрейчер, советую брать вот именно в таком формате, чтобы был педальный привод и чтобы было два. Потому что они поштучно тоже продаются и с ручным приводом. Но это нереально, менять губки все время. То есть, видите, с двух сторон я могу спокойно подойти. Здесь поджал, там рожал, здесь поджал, там рожал. Постоянно время не теряю. А если он у вас один идет, вам губки придется все время менять со стрейчера на шринкер. Поэтому вот это оптимальный вариант. И по поводу цены, ссылку оставлю в описании. Заходите на сайт компании Stalix, смотрите цены. И по промокоду Custom Box, конечно же, вас ждет скидка 7%. Welcome! После того, как наши сабли готовы, нам ее необходимо подогнать уже непосредственно к самому месту. Для этого я чуть-чуть подточил верхнюю кромку. Здесь уголочек срезал, потому что здесь он будет уходить за границы крыши. Ну и теперь нам нужно разметить верхнюю часть, покуда отрезать. Для этого мы ее прикладываем, фиксируем и сверху маркером отмечаем. Погнали! Теперь после того, как мы разметили верхнюю часть, которую будем отрезать, верхнюю кромку самой крыши, все снимаем и наконец-то уже переступаем к ампутации. Все, верхняя кромка отрезана. Единственное, что нам остается, это чуть-чуть доработать саму заготовку и зачистить непосредственно саму поверхность. Так как мы саму заготовку делали еще вчера, на ночь покрыли преобразователем жарчины. Санек маляр у меня еще чуть-чуть почистил, тут прям вообще децил остается. Сейчас я пройдусь вот таким кораллом, насадкой, и тут прям вот будет идеально чистый металл. После чего мы покроем все сварочным грунтом и уже приступим к сварке. Для защиты сварочной поверхности я использую в данном случае ваговский спрей цинковый. В принципе, он у многих производителей есть. Он есть и у 3М, и у Боди. Вот я Боди даже частенько использую цинк для МИГ-ММА сварки. То есть он задержит цинку, он пропускает сварку, и смысл в том, что вы обрабатываете обе поверхности. Потом, когда вы их сварите, там внутри все это защищено цинком. Никогда не варите детали на обычный грунт, потому что он окисляется, и ваш шов еще больше подвергается окислениям и тем самым коррозии в будущем. Теперь пошли делать заготовку до конца, доделывать, и уже наконец приступаем к сварке. Что мы с ней будем делать? Мы ее будем сейчас подгонять по тот размер, который у нас есть. У нас немного выступ шел поширеннее, потому что мы оставляли запас для вот этого вот отверстия и выступа. И еще я разметил точки сварные. Некоторые попадают по старым, где у нас образовались отверстия. Это делать мы будем с помощью дракола обычного, который предусмотрен, соответственно, для таких работ. Продолжение следует... Готово! Полностью готова заготовка для того, чтобы вварить ее. Сейчас с этой стороны, с внутренней, тоже так же обрабатываем сварочным грунтом. И, наконец-то, приступаем уже к сварке. Наконец-то у нас все готово к тому, чтобы начать приваривать уже деталь к месту, где она и должна находиться. И перед тем, как это сделать, я вам маленький такой лайфхак дам. Вот такой металлический уголок у меня. Это может быть полоска, все что угодно. С одной стороны, я его застрил. Для чего? Для того, чтобы вот так прочистить дырочки. Сами дырочки. Отверстия. Через которые будет происходить, собственно, точечная сварка. Потому что, хоть и грунт он сварку пропускает, но не сразу. И, в общем, вот это вот буквально доля секунды, они могут повлиять на качество самой точки. Поэтому лучше его подзачистить вот так вот в этом отверстии дула металла, чтобы вы прям сразу у вас контакт с металлом шел. И еще очень важный момент. Этот треугольчик я использую для того, чтобы держать зазор. Потому что, когда вы начинаете варить, зазор уходит, металл стягивается. Поэтому его вот так везде подставляю для того, чтобы зазор не вбежал. То есть, точку сделал, поставил, точку сделал. Потом ее ставил, точку сделал. Перед тем, как начать обваривать полностью всю деталь, я хочу поделиться с вами важной информацией. Обычно, когда свариваешь какую-то заплатку на плоскости, делаешь точку и обдуваешь воздухом. Я так делаю. Для того, чтобы остудить металл, охладить. Потому что, если вы не охладите, то он просто очень легко деформируется. Здесь такое же место, которое нужно постоянно остужать, чтобы тепло сюда на поверхность дальше не пошло. И здесь ничего не деформировалось. Но в этот раз я не буду обдувать. В этот раз я намажу специальный гель, который у меня совершенно, можно сказать, случайно появился. Это какой-то супер гель, который наносится на близлежащую плоскость. И он в себя забирает это самое тепло. Тем самым, не давая теплу расходиться дальше и деформировать поверхность. Ни разу не пробовал с ним работать. Сейчас будет мой первый раз. И мы с вами вместе увидим и поймем, что это вообще такое. И как, как вообще это может такое чудо происходить. Абсолютно холодное. Абсолютно. То есть я эти швы достаточно протяженные делал. И когда варил, оно, знаете, как это бурлит. И как варится, как будто какая-то смесь. И все остается. Если потрогать гель сам, то он такой чуть тепленький. Здесь чуть погорячее. Здесь я крайне варил. Но это какое-то реально супер средство. Просто фантастика. И самый кайф еще, знаете, в чем? В том, что он многоразовый. То есть мы его сейчас сюда нанесли, убрали его отсюда. И потом поставили, переместили на другое место. И вот этой банкой можно пользоваться много-много лет, по сути. Метра двадцать сварного шва. Все получилось более чем прекрасно благодаря термогелю. Прямо вот реально спасение для таких работ. Осталось теперь только зашлифовать. Шлифовку я буду делать с углешлифовальной машинкой пневматической. Вот с такими насадками. Это вот самая вообще офигенная штука, чтобы сошлифовать. Потому что болгаркой с зачистными кругами здесь это достаточно внутренное занятие будет. Я понимаю, что у него у всех, опять же, есть такие машинки. Опять же, ну, машинку купить можно, но компрессор далеко не каждый потянет ее. Шлифуем и финалимся. Наконец-то. Ох и сложно эта работа. Истинут из болота тянуть в виде мода. Тяжело, тяжело, тяжело идет. И в процессе, в процессе, вернусь опять к тому, чем шлифовать. В процессе у меня постоянно тарахтел компрессор, потому что расход воздуха конский вообще в этой углешлифовальной машинке. И я вспомнил, что у меня есть, у меня есть, у меня есть вот такой вот круг, который я недавно взял на тест. Особенность этого круга в том, что вы когда шлифуете, вы вот в эти промежутки видите, что вы шлифуете. Очень крутая штука, ни разу таким не пользовался. И он реально работает. Реально работает. То есть грубая очистка хорошая идет. И после того, как я вот грубо им зачищаю, снимаю основной слой уже, потом углешлифовальный зачищаю. Сейчас я вам потом поближе покажу, как все получилось. Осталось прям совсем чуть-чуть. Последний рывок. Я уже просто встал. Все. Официальная рамка лобового стекла верхняя переварена, зачищена и готова к дальнейшим работам. Сказать, что это было непросто, ничего не сказать. Если честно, я очень замудохался с ней. Хоть вы и смотрите видео, там несколько минут, вот по этой части, но я три дня реально тут с ней мучился и страдал. И знаете, что вот, пока я все это делал, мне в голову какие пришли мысли. То, что многие, знаете, удивляются, когда задают вопрос, вот сколько это будет стоить сделать, и им дают цену. Вот честно, если кому-то еще сделать такую работу, вот меньше 20 тысяч, я не возьму. Хотите, осуждайте, хотите, нет. Это мое время, и я его так оцениваю. И я считаю, что если человек другой делает на так же и на таком же уровне, то это однозначно стоит этих денег, а то еще и больше. Вот, а для тех, кто хочет, собственно, ручно сделать это, ребят, не бойтесь, как говорится, глаза боятся, а руки делают. На этом моя часть работы окончена, у нас остается только покраска, и скоро будет финал. Понеслась дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, наконец-то, наш кузов выехал из малярки, и можно приступать к финальной сборке навесных элементов и к установке подвески. Переднюю подвеску я уже установил, как вы можете увидеть. И единственное, что еще нам остается, это заантикорить все скрытые полости. Это такой незначительный момент, который занимает короткое время, но очень важный, который на перспективу потом дальнейшем автомобиль скажет вам за это спасибо. Для того, чтобы сделать нам антикоррозийную обработку, нам потребуется вот такой пистолет. Он достаточно много где продается, стоит он недорого, там, порядка тысячи или, там, тысяча двести. И, соответственно, бутылка литровая с жижей, которая будет распыляться во все полости. В нашем случае это вот антикоррозийный состав для скрытых властей с цинком. Я им пользовался и, в принципе, в принципе, доволен. Потому что я считаю, что они все по содержанию плюс-минус одинаковые, а вот воняют они по-разному. И вот этот вот состав, он особо запаха не имеет, за что, собственно, я им и пользуюсь. Приступим. Ты чё, еб*** ты? Что ты там делаешь? Ну вот и всё. Кузов обработан. Теперь ему не страшна никакая влага и коррозия. Прикручиваем колеса и, наконец-то, за очень долгое время этот автомобиль приземлится на все свои четыре точки, четыре колеса. Прикручиваем колеса и, наконец-то, за очень долгое время этот автомобиль приземлится на все свои четыре точки. Прикручиваем колеса и, наконец-то, за очень долгое время этот автомобиль приземлится на все свои четыре точки. Нам, в принципе, осталась вообще прям вот фигня. Мы сейчас вот собираем какие-то там мелочевки, двери, проводки, клипсики устанавливаем, всё ещё раз перепроверяем. В общем, работа кипит. Скоро, наконец-то, мы её дадим, я уже не верится, если честно, потому что это прям вот какой-то глобальный, масштабный, конечно, проект у нас получился, который занял очень много времени. Мы немного затянули со сроками, но, ребят, хорошо, быстро не бывает. КОНЕЦ ну вот и все финал машина готова все до собрано все это полировано все там начищена до намазано если вы не в курсе то ильдар он изначально сказал что машину он целиком будет собираться на нас была миссия именно сделать кузов кузовной ремонт здесь сейчас не хватает телевизор он его привезет просто забыли его положить конечно не хватает для полного образа бампера установлена но и так она просто охрененная просто цвет бомбы я так рад что ильдар согласовал вот этот вот цвет синий да и мы не стали красиво 2 золотой в базовый который был означает все я прям очень доволен это опять в очередной раз огромный труд и конце когда эти машины от нас уходит я вообще сейчас не понимаю что что вообще как как это пошли к ильдару он там уже приехал сейчас на улице будем заводить его в темноту здрасте я вот те готовлю телик а я как раз сказал что вот его прям вот это есть у нас штука здравствуйте здрасте и это есть да это есть а я вторую что-то найти не мог у меня это как раз есть но блин мы короче она стоит вообще такое ощущение что она как-то не она вот так стоит а вот так да потому что это фары втыкают сюда вот такая моральная психологическая не знаю сейчас посмотрим я что-то знаешь мне прикинь мне сегодня сон прияснился что мне не понравилось вообще жестко да я прям так расстроился во сне сегодня же не пятница да это когда сны вещи снятся ночь на пятницу а я не знаю сегодня суббота так что все будет я татарин мне всегда вещи сны снятся ваня ты понимаешь насколько критичен этот момент я понимаю я сейчас просто полгода полгода все ради вот этого момента ага то есть мы в темноте специально да? готов давай нифига себе я почему-то думал что цвет будет совсем другой серьезно крыло лежит которое ты согласовал то его можно приложить вот прям один в один не окей окей я же не нет очень круто прикольно необычно а у нее двери получается все собранные то есть она короче наполовину собранная тачка ну конечно мы же тебя все собирали что было мы тебя так и обратно собрали проводку все закинули полиэтиленчик его приклеили ага слушай вообще никто не узнает что и где там что резалось родная полностью да машина как я тебе говорил то есть вот эти все швы которые где мы там что-то делали то есть мы задули все шовником вот и собственно даже изнутри стоек вот эти мы все сточили почистили ага и короче даже швов не видно не я в качестве не смеляюсь я просто честно я не ожидал такого цвета я почему-то думал что он будет другой ну а какой? я думаю что он будет темнее да темнее? ну это еще освещение слушай не очень круто но если ты сейчас выкисешь на улицу там будет совершенно по-другому все это выглядит да она максимально приближена к той вот которую поручите да 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 это даже хорошо потому что я наоборот думаю что он будет хуже ох какая красивая рейка вы ей рейку поменяли? ну конечно слушай вообще ништяк прям да да это очень круто это лучше чем я даже думал я думал будет темнее хуже а на блин я на нас виду посмотреть никто никогда такой тойоты не делал в таком цвете да? однозначно у камеры таких точно цветов нет блин ты даже не представляешь сколько времени я ждал этого момента сколько мы его ждали слушай ну очень прикольно очень круто реально круто свет вообще огонь вот так особенно смотри смотри здесь светло-голубой а там прям фиолетовый а ты сейчас с вами пороги вот здесь же резинки вот эти дырки ты ничего с ними не делал там внутри? туда ничего не заливало? я всю нюху вообще полностью за антикорр теперь грех не такой машине не ездить блин цвет вообще класс я пороги все ниши вообще вот везде где только можно было задуть задул вот так уже без фанатив то есть вот стоять вот места вот есть вот здесь и внутри вот пальцами если там взять антикорр ага потом некоторые запчасти детали кузова я прикручен вот такую практикую штуку если прикручиваешь допустим какой-то элемент вот это есть фиксатор вот я сюда брызгаю мою а потом покручу а я понял чтобы он тебе приклеился чтобы есть влага туда от тебя попадает вот это очень круто потому что бывает когда снимаешь у тебя краска под ней прям ржавчина уже нет цвет вообще классно прям как бы первый эффект сошел я сейчас смотрю очень классно просто здесь представить собранную машину очень классно только теперь с дисками надо решать вопрос да с дисками надо ну потому что я штатные хотел ставить ее же не очень круто я просто как бы ну ты сейчас что-то там говоришь на фоне я так про себя думаю цвет очень крутой да невещий сон значит да невещий сон точно приснился ну короче гораздо круче чем я думал я думал что будет ну картерочек вагинист я как бы готов к тому что может быть какие-то там если в процессе сборки не дай бог конечно я все увижу не не увидишь увидишь да но еще мало ли там где то чего то как то я думаю когда ты полностью соберешь еще раз нам ее пригонишь мы тебе еще раз ее полирнем она еще может заработать мы пока собирать можно будет даже защиткой какой-нибудь покрытие керамики тебе чтобы она уже как-то стоялся за все за счет потому что в любом случае это часы лакт еще по большому счету ну да хс да и в любом случае еще нужно там какое-то время чтобы он стал скрепился как раз я пока я собирать буду месяц-два я не знаю сколько по времени займет но я думаю что там время когда я закончу уже можно будет смело ее полировать и керамикой кстати вот этот герметик вот это он звездской остался потому что жопа то у тебя японская какая-то осталась о чем мы с тобой говорили настоящая японская жопа то есть если бы мы занимались вот этими всеми рассверливаниями перевариваниями и всем прочим он конечно же там не остался ну мы бы его нанесли но он бы не был классный слушай ну реально цвет прям вообще огонь ты прям угадал я почему-то думал что он будет а вот сейчас вот я вспоминаю он очень похож на ту как раз камри то чего я хотел потому что я думал что это будет очень слишком фиолетовый темный и это будет плохо потому что ну когда цвет слишком темный у тебя разница ну как бы он что черный что темно-зеленый что там темно-синий они все очень похожи очень похожи очень похожи да еще плюс там свет другой если сейчас по свету ее посмотреть она будет как раз еще лучше это я Ване скинул как ориентир я всего одну такую фотку в интернете нашел одну машину вот три фотки у нее я их скинул я говорю хочу вот так тебе что скинуть блин цепольная на самом деле на камере не очень идет такая вещь ну вот здесь видишь тут просто такой тут данный цвет вот меня именно цвет цепляет потому что все остальное то это ладно еще вот решетка здесь у меня там хромированная а там она видимо покрышная теперь надо самое важное сказать это та же машина моторный щит не вырезался это к тому что знаешь сколько предположений я получаю о да они там моторный щит переварят туда-сюда на 60 процентов это другая машина но на 40 процентов и самое главное все швы вы же моторный щит то не срезали правильно? нет все ну то есть мало ли а то и поехали на пару с тобой лет до 15 только чуть-чуть туннель чтобы под кордан то чтобы вот это вот нет это понятно да ну просто если Максим Шилков придет начнет там замывать говорит вот как там автохлам по цене там нормальной тачки все дела не битый не крашеный и само собой от первого владельца эта машина просто никогда не будет продаваться поэтому за это можно не париться супер не ладно реально очень круто я просто я изначально немножко ожидал другого поэтому да вот здесь очень хорошо видно прямо на этой площади очень видно что он светлый то есть получается здесь когда свет падает прямо он светлый когда ты видишь его под углом он прям фиолетовый мы с тобой же когда крыло это красная машина отсечивает мы тебе так и показывали а еще и да еще и красная и мы тебе еще и показывали то что ну свет когда падает так она светлая мы этого и добивались по большому счету чтобы цвет играл а не просто он там какой-то монотонный как и лепешка была а бабе мы еще полировали не полировали потому что его нависую ааааа а то это после сборки все это да все окей как соберешь приедешь мы тебе все доделаем дополируем как раз вот хватится сто процентов я бы не давал где то что-то там ну мало там шит всякое может быть да я за это переживаю я сейчас постараюсь по максимуму конечно обклеить ее чтобы нет вот торцы наклей struck вот сейчас вот обычно такой скотч возьму наклею потом с краской делать ну что надо забирать поехали надо забирать все классно мне очень классно Класс! Слушай, ну очень круто! А вот так, смотри, вообще фиолетовая Когда, короче, в прямую смотришь, она прям бледно-бледно-голубая А когда в бок смотришь, она фиолетовая Очень круто! Причем можно сказать так Если вы хотите понять, как она выглядит Выходите на улицу, смотрите на камре семидесятку синего цвета И у нее именно такой цвет будет Это же тойотовский новый цвет Ништяк! Давайте теперь чехлить Нам чем больше рук, тем лучше Как конфетку У меня разговор короткий Так, только не надо бить Спасибо, что обратился Я очень рад, что тебе понравилось На самом деле Мы без камеры сейчас с Ильдаром сидели в машине Он прям вот действительно очень много хороших способов Я могу еще раз сказать Не надо, не надо говорить Все хорошо Спасибо, что обратился И блин Не знаю У меня эмоции просто Я кайфую Серьезно Блин, это как ребенок Вот я говорю У меня каждая машина выезжает отсюда Я прям вот хожу ее всю там Смотрю, что все А когда если еще и клиент рад Доволен для меня Это вообще двойная награда Не, я очень рад Да, спасибо тебе еще раз огромное Тебе спасибо Да Спасибо Короче, стой Прежде чем ты загадаешь свой ролик Давай Я все-таки должен сказать Отдельно спасибо Ване За то, что он взялся за это Потому что То, что вы видите на камеру Это конечно одно А в реальной жизни Я ставил очень жесткие критерии Я просто искал человека Который готов будет Восстанавливать эту машину Как Как я не знаю Самый Какой-то Эксклюзивный раритет в мире Как в первом был Хорь 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 Да, да, да Как какой-нибудь Хорь, блин Тридцатых годов Просто мне Было важно Чтобы был щепетильный подход И я его здесь увидел Единственное, конечно Как всегда Могут быть проблемы со сроками у всех К тому же Из-за коронавируса Я думаю это тоже Но это ерунда Главное Качественный подход И Ваня единственный Кто Гарантировал его И по итогу сделал Потому что Есть такой страх Я думаю Сейчас отдам кому-то Да Он скажет Я все ништяк сделаю А потом придешь и будешь думать На хрен я вообще в это сунулся Ну и да И я хочу еще сказать Что это не я сделал Это сделали Конечно в первую очередь Мои мастера Мои пацаны Которые Старались тоже делали За что им спасибо огромное На самом деле Это Ваня на камеру Говорит чтобы все думали Что у него кто-то работает Он в однюху Он даже оператор наш снимает То есть У Вани нет никого Он один здесь И швеции же нет Это шутка конечно Такой наши пацаны Наши пацаны А сам такой В однюху Все, спасибо Слишком долго, да? Ну Спасибо, спасибо, Вань Спасибо реально У вас это правило Во всех видосах Если видос не меньше полутора часов То это не видос Да, я видос Сейчас пятнадцать У тебя будет Все Мы с вами прощаемся До скорых встреч Подписывайтесь на канал Поклассите все, да? Да Любви, здоровья и успехов Будьте счастливы Пока Субтитры сделал DimaTorzok